Каждый год на производство очков мир тратит 10 миллиардов долларов. Примерно бюджет маленького европейского государства. В России 25 процентов населения пользуются очками, а каждый пятый выпускник школы близорукий. И поэтому идея избавиться от очков назрела давно. Но для того, чтобы это сделать, нужно решить ряд проблем. Каких именно, обсудим в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Эта программа «Звоните доктору» сегодня к нашей радости в нашей студии Андрей Золотарев, заведующий кафедрой офтальмологии СМГМУ, главный офтальмолог Минздрава Самарской области, заместитель главного врача больницы Ярошевского, доктор медицинских наук, профессор. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, поскольку в гостях у нас Андрей Золотарев, естественно, мы будем говорить сегодня о зрении и о проблемах со зрением. И вот я думаю, что особенно люди старшего возраста прекрасно помнят, что раньше при походе к офтальмологу диагностика проблем начиналась с того, что мы садились, закрывали один глаз, называли буквы в табличке. Вот было так. Но с тех пор, конечно же, диагностика шагнула далеко вперед. И вот сегодня, придя на проверку зрения, на проверку проблем со зрением, какой минимальный комплекс диагностических процедур проводит врач? И наверняка это уже совсем другое оборудование, да? Ну да, оборудования много, оборудование хорошее. Оборудование позволяет делать очень многие ранее невозможные вещи, но от чтения букв вы не уйдете. Все равно будем читать. Вот. Один из этапов все равно – это проверка остроты зрения, это метод оценки функции глаза. Метод субъективный, основанный на ответах, на впечатлениях самого пациента. А вот все остальное сейчас, да, это не просто представление различных стеклышек к глазам. Это или фороптер, или соединенный с ним авторев-кератометр, который сканирует оптическую систему глаза и дает достаточно точные цифры, которые потом все равно нуждаются в окончательном подтверждении в виде коррекции стеклами. Но это на порядок более точная методика. Ну и дальше уже начинается определение волнового фронта и так далее. Это уже хай-тек. В целом ряде случаев эти методы диагностики дают настолько тонкую информацию, о которой мы раньше даже и мечтать не могли. Да, но вот этот хай-тек у нас есть. Мы им располагаем. Он не просто есть, он есть в большом количестве и очень активно используется. Причем и для лазерной коррекции, и в большей степени для проведения хирургической операции по медицинским показаниям, там в виде той же катаракты, регулокомы или заболеваний сетчатки. У нас это основной объем пациентов. Все-таки это с такими, с более серьезными, более медицинскими проблемами, чем просто очки. А какие именно из проблем со зрением беспокоят офтальмологов вот на сегодняшний день? Что чаще всего приходится решать? Ну, у нас четыре основных группы заболеваний, которые вызывают наибольшие проблемы и наибольшую обеспокоенность. Ну, первое – это глаукома, проблема давнишняя. К сожалению, идея в мире не решенная. У нас есть определенные достижения в этом направлении. Ну, вот, кстати, можете нас поздравить. Вышла буквально наша глава в национальном руководстве по офтальмологии, посвященная глаукоме. Поздравляю. Очень приятно было видеть. Есть определенные подвижки и определенные успехи, но как бы полностью проблема не решена. Второе – это осложнение со стороны глаза при сахарном диабете. Очень серьезная проблема. И здесь в основном нужны организационные усилия. Ну, кое-что мы в этом направлении сделали. И, в общем-то, достаточно приятно тоже смотреть на достигнутые результаты. Третье – это возрастная макулярная дегенерация. Вот это очень серьезная проблема. Ну, и опять-таки, тоже там лет 10 назад это был приговор. Сейчас все это выглядит немножко по-другому. Ее несколько форм, и мы постепенно получаем возможность лечить и вылечивать все более и более сложные формы этого заболевания. Ну, и самое массовое – это катаракта, это помутнение хрусталика, которое рано или поздно настигает большинство людей. Ну, чаще поздно, но где-то после 60-70 лет – это достаточно частая патология. И основной поток, основное количество пациентов на микрохирургию глаза – это пациенты с катарактой. Это десятки тысяч. Вот интернет утверждает, что до своей катаракты доживет каждый, как говорят онкологи, до своего рака. Дай бог, чтобы дожил. Я хотела вернуться к проблеме номер три, которую вы назвали. Правильно ли я поняла, что эта речь идет от… Вот вычитала вчера очень красивое слово – пресбиопия. Ну, это не из всех четырех проблем. Пресбиопия относится к проблемам оптики глаза. Это немножечко отдельная сфера в термологии, очень большая, очень важная. Но она в значительной степени относится не столько к медицинским, сколько, ну так скажем, функционально-косметическим проблемам. То есть это целая группа глазных заболеваний, связанных не с тем, что глаз реально болен, или воспаление, или какие-то рубцы, или атрофия какая-то. Нет. Глаз, в отличие от многих других органов, он представляет из себя не только живую систему, функционирующую, как какая-то железа или что-то еще, а он из себя представляет оптическую систему, живую оптическую систему. И даже если во всех параметрах с точки зрения биологии глаз полностью здоров, то вот оптика может быть не совсем правильной. То есть здесь важна точная соразмерность или соответствие оптической силы, оптических сред глаз, а там роговица, хрусталик и другие части глаза, и размеры глаза. То есть, грубо говоря, глаз как фотоаппарат, и если он в правильных размерах, и сила оптики соответствует расстоянию до фотопленки или матрицы, то изображение будет четкое. Если не соответствует, значит, будет изображение не в фокусе. И вот этих вариантов не в фокусе, их очень много, там очень много тонкостей, и этим занимается и оптометрия. В основном оптометристы занимаются подбором очков или контактных линз. Или последние десятилетия этим занимается отдельная отрасль офтермологии, так называемая рефракционная хирургия. То есть, хирургические методики направлены на исправление оптической системы глаза, на приведение ее к максимально идеальному состоянию. Андрей Владимирович, безумный вопрос мелькнул сейчас в голове, задам. Насколько отличается по диаметру глаз человека? То есть, вот он может быть от и до... Это не безумный вопрос. Значит, средняя длина глаза, ну, диаметр глаза, это 23,7-24 миллиметра. При дальнозоркости бывают, там, 19-18 миллиметров даже. При близорукости бывает до 30-32. То есть, диапазон практически в два раза. Вот это очень большая проблема, потому что в относительно коротких глазах мало того, что развивается дальнозоркость, которая требует коррекции плюсовыми линзами, там еще может развиваться особая форма глаукома, так называемая закрытая угольная глаукома. Ну, просто потому что те пространства, по которым должна протекать внутриглазная жидкость, для поддержания нормального давления, они в маленьком глазу, они очень узкие. И при близорукости, наоборот, глаз очень сильно растянут, растягивается сосудистая оболочка глаза, растягивается сетчатка, могут происходить разрывы сетчатки сосудистой оболочки, отслойки сетчатки, и дальше там масса очень больших, очень серьезных проблем. Поэтому ни то, ни другое мы не имеем права оставлять без внимания, потому что помимо чисто оптических проблем, могут возникать уже и чисто медицинские, которые могут требовать более серьезного вмешательства. Вы назвали четыре основных причины, которые беспокоят на сегодня офтальмологов. Ну, нет смысла говорить про все четыре, иначе мы ни о чем не успеем поговорить. Давайте все-таки сегодня про проблемы именно со зрением, про дальнозоркость, близорукость. И вот правда ли, что ношение очков может испортить зрение еще больше, ну, например, если они подобраны неправильно? Такой вот бытовой вопрос сначала. Если очки подобраны неправильно, скорее всего, вы носить их вы не будете, потому что будет очень дискомфортно и хорошо. Есть ряд ситуаций, при которых ношение очков необходимо. Особенно это у детей, например. При дальнозоркости, при той же, при астигматизме мы назначаем очки и настаиваем на то, чтобы очки носились постоянно. Но это отдельная тема, отдельный разговор. Возможно, потом. Значит, распространенный миф о том, что, надев очки, мы к ним привыкаем и потом уже не снимем, это просто связано с тем, что совпадают два процесса. Процесс начала, пользуясь очками, и процесс прогрессирования пресбиопии. Пресбиопия – это неправильное название возрастная дальнозоркость. Это не совсем дальнозоркость. Это сужение диапазона фокусировки. То есть хороший фотоаппарат фокусирует бесконечность, фокусирует на близком расстоянии. Хороший глаз в молодом возрасте делает то же самое. Смотрит хорошо вблизи, хорошо вдали. А с возрастом хрусталик, основная линза в глазу уплотняется, и вот этот диапазон настройки теряется. И поэтому, если человек всю жизнь хорошо видел и вдали, и вблизи, то вблизи он видел за счет напряжения хрусталика и увеличения прелоняющей способности. И вот эта способность с возрастом постепенно ослабевает. И поэтому сначала человек видел хорошо вдали и хорошо вблизи, но потом он видит чуть подальше, а ближе уже нечетко. А еще там через 5 лет еще подальше, а потом еще подальше. Это компенсируется очками плюсовыми. И обычный график, пользуясь очками, это где-то после 40 к 50 годам плюс 1, потом плюс 2, и обычно останавливается на плюс 3. То есть нормальные очки для чтения в зрелом возрасте – это где-то плюс 3, если у человека было всю жизнь хорошее зрение вдаль. То есть это вот тот самый диапазон, который должен был бы быть, настройки оптические, которые мы вынуждены восполнять очками. Вот это пресс-биопия. То есть не настоящая дальнозоркость, а пресс-биопия. И это, по идее, судьба каждого здорового глаза, потому что у всех людей хрусталик так устроен, что с возрастом он становится плотнее и теряет способность настройки. Есть ряд состояний, при которых это проявляется раньше или позже. Некоторым счастливым людям в ряде ситуаций вообще редко приходят использовать очками для близи, но это как бы отдельный разговор. Общая судьба – это очки для чтения. И получается, что человек в 40-45 лет надевает очки плюс 1, потом ему в любом случае потребуется через 5-10 лет плюс 2, а потом плюс 3. И этот естественный процесс связывается с тем, что он начал пользоваться очками. Это два процесса, которые взаимосвязаны по результату, но не по причинам, по своим процессам. Так и так, возрастная дальнозоркость, так называемая пресс-биопия, она разовьется от 0 до 3 диапазон в любом случае. Как бы ни были удобны нам очки, все-таки каждый мечтает избавиться от них. И сейчас, наверное, самое время поговорить о лазерной коррекции как альтернативе, как о способе избавиться от ношения очков. Но я сказала очень примитивную сейчас фразу, вижу уже по вашему взгляду, но тем не менее, вот лазерная коррекция, что это такое и какие проблемы она решает? Лазерная коррекция зрения – это очень массовая операция. И это говорит о том, что большое количество людей получает преимущество от того, что им не нужно пользоваться очками в большинстве случаев. В ряде случаев все равно придется, но это как бы совершенно другая ситуация. А человек, который зависит от очков, который привязан к ним, особенно если очки сильные и там вызывают целый ряд дискомфортных явлений, да, это, конечно, понятно. Лазерная коррекция зрения – это логическое продолжение давнишней истории рефракционной хирургии, которая вообще во всем мире пошла с легкой руки Святослава Николаевича Федорова, одного из наших выдающихся офтальмологов. Начиналось это с кертотомии. Но потом на смену ручным и не очень точным методикам на смену пришли лазеры. А современные лазеры – это или эксимерный, или фемтосекундный лазер – это лазеры, которые позволяют перепрофилировать роговицу глаза с точностью до микрона, там же, до доле микрона. И обрабатывать живую поверхность таким образом, чтобы она сохраняла свои оптические свойства. Ну, это в свое время была сказка, сейчас это быль, причем быль массовая. Миллионы, если не десятки миллионов операций делаются во всем мире, делаются успешно. Огромный опыт набран, и мы очень четко представляем, в каких ситуациях мы никогда не будем делать лазерную коррекцию зрения, в каких ситуациях мы ее будем рекомендовать, в каких ситуациях мы будем давать пациенту выбор между различными вариантами, поскольку у каждой есть определенные плюсы, определенные минусы. Но сейчас разнообразие методик такое, что позволяет выбрать каждому пациенту наиболее подходящий способ и добиться наилучшего результата. Ну, а вот какие именно проблемы помогает решить лазерная коррекция? Мы говорим о том, что тот, кто не видел вблизи, будет видеть, тот, кто не видел вдали, будет видеть, или это не так? Ну, не совсем так. Большинство пациентов, которые к нам обращаются за лазерной коррекцией, это пациенты с близорукости. Близорукости или астигматизм. Это ситуация, когда для зрения вдаль нужны очки, ну, для зрения вблизи тоже то ли нужны, то ли не нужны, там бывает по-разному, но вдаль очки – это неудобно. Если не очки, то контактные линзы, там тоже свои минусы. Очки далеко не всегда дают полную коррекцию простые очки, поскольку бывает не просто близорукость, но и с астигматизмом. Это когда преломление света идет не просто по расстоянию неправильно, но еще и по различным направлениям. Более сложная ситуация. И вот все это лазерная коррекция позволяет исправить буквально в течение секунд. Вот это работает. А отдельная часть пациентов – это пациенты с настоящей дальнозоркостью. Вот это отдельная тема. Их меньше. Мы тоже им можем помочь, но там, возможно, не только лазерная коррекция, там и другие методы лечения тоже работают. И, в общем, практически большинство проблем с оптикой глаза, с рефракционными, с аномалиями рефракции мы можем решить с помощью лазерной коррекции. Вы сказали буквально несколько секунд, то есть человек видел плохо, потом он проходит секунды, происходит чудо. Так вот, какая магия происходит на самом деле? Что делает лазер с глазом для того, чтобы вот это произошло? Если можно это объяснить, да, максимально понятно. Ну, грубо говоря, возьмем безорукость. При безорукости оптическая система глаза слишком сильная, она слишком сильно преломляет свет, и фокусировка лучей света происходит не на сетчатке глаза, что нужно для четкого изображения, а перед сетчаткой. А до сетчатки уже расходит рассеянное изображение, не такое четкое. Что нужно сделать? Нужно уменьшить оптическую силу глаза. Самая сильная линза в глазу – это роговица поверхностная, которая контактирует с воздухом. Тут наибольшая разница в центре преломления, поэтому если мы изменим форму роговицы, то мы изменим ее оптическую силу. Для того, чтобы уменьшить оптическую силу, роговицу нужно сделать несколько менее выпуклой. То есть если она имеет средний радиус кривизны где-то 7,5 мм, то нам нужно сделать 7,2 или 6,8, или 7,15 диаметра. Сложно. И для этого необходимо часть роговицы удалить. Ну как, резать обидно и не очень точно. А вот лазеры позволяют не только испарить без нагрева окружающих тканей, испарить некоторую часть ткани роговицы, но сделать это, сохраняя ее оптические свойства. То есть точность обработки поверхности глаза сравнима с гладкостью стекла, несмотря на воздействие лазера. Но это было лет 20 назад, 30. Сейчас эксимерный лазер, которые были тогда единственным способом коррекции сейчас, дополнены фемтосекундными лазерами. Это отдельная тема. Очень интересная технология. Она сейчас уже... Ну это мейнстрим. Это уже не новинка. Сейчас уже пошли лазеры второго, третьего поколения, фемтосекундные. Они позволяют делать разрезы внутри прозрачных сред. То есть это, грубо говоря, если внутри стакана мы могли бы написать какое-нибудь там более-менее приличное слово. Внутри. Не залезая внутрь воды, не пробивая стенку стакана, сделать там разрез необходимый или создать какой-то объект, не нарушая целостности самого стакана. То же самое. Мы можем внутри роговицы, не повреждая ее поверхность, вырезать тоненькую линзочку. То есть, грубо говоря, уменьшать кривозную роговицу не за счет испарения ее поверхностных слоев, а за счет испарения глубоких слоев роговицы. А поверхность мы оставляем нетронутую. Это одно из последних достижений, так называемая лентикулярная хирургия, которая минимально травматична для глаза, но тоже она сейчас доступна и показывает очень хорошие результаты. Вы сказали, что множество существует технологий для лазерной коррекции. А какое количество используете вы и какие, может быть, технологии, именно которыми вы можете уже сейчас гордиться и на чем чаще работаете? На самом деле основных это четыре. Это ФРК, то есть фоторефрационная кератикотомия. Это лейсик, это фемтолейсик и это лентикулярные операции, типа там Клир, Смайл или Силк или вот такие. Кратко, ФРК это поверхностная полировка роговицы лазером, для того, чтобы сделать ее чуть более плоской. Операция лейсик, которая была популярна лет 20 назад, но сейчас тоже делается, это применение лезвия, очень тонкого лезвия, которое срезает где-то одну десятую миллиметра толщины роговицы, то есть, строго говоря, 120-130 микрон. В виде тоненькой пластиночки мы ее отгибаем, потом также эксимерным лазером производим полировку роговицы, как и при ФРК, и потом этот срезанный пласт роговицы мы его не полностью срезаем, а оставляем на ножке. Он прикладывается на место, прилипает, и эта операция обеспечивает намного больший комфорт для пациента и более быстрое восстановление зрения. Фемтолейсик – это вот то же самое, поверхностная лоска роговицы снимается с тем, чтобы потом провести эксимерную коррекцию и обратно прикрыть это место вот этим лоскутом. То же самое, что и обычный лазер, но только делается это не лезвием, а делается это фемтосекундным лазером. Более тонко, более точно, более предсказуемо. Ну и вот последняя новинка – это когда удаляется внутри роговицы, вырезается определенная форма, определенная толщина линзочка, и через разрез, там порядка 2 миллиметра, сейчас даже есть сообщение, 1 миллиметр, вынимается изнутри роговицы вот этот вырезанный слой, а толщина роговицы уменьшается таким образом, что оптика становится правильной и дает правильную фокусировку. Вот 4 основных методики на сегодняшний день. Другие там тоже есть, но они прям при особых ситуациях. 4 основных методики. Ну, в принципе, всеми этими методиками хирурги больницы Рашевского владеют. Оборудование есть, опыт набран колоссальный. Мы начали в 1998 году лазерную коррекцию зрения. С тех пор огромное количество пациентов пролечено. Все тонкости, все нюансы мы знаем, как учитывать, и умеем это делать, поэтому здесь это очень хорошо разработанная область офтермологии. Я могу сейчас ошибиться, вы меня поправьте, но я читала где-то, что вы впервые в Самаре начали использовать вот этот метод КЛЕР. Да, в Самаре метод КЛЕР мы начали использовать впервые. Значит, это продолжение методики СМАЙЛ. Методика очень известная, нашумевшая в свое время. Вот, ну, там потом возникли проблемы с тем, что оборудование немецкое, и в определенной сложности возникли у тех клиник, которые этим, этой технологией занимались. КЛЕР – это дальнейшее развитие технологии СМАЙЛ, которая на более высоком уровне позволяет, дает больше возможностей настройки и регулировки в зависимости от индивидуальных особенностей глаза. То есть СМАЙЛ в первом варианте – это была методика такая более стандартная, как бы более штампованная, вот КЛЕР – более индивидуализированная. Ну, сейчас СМАЙЛ тоже развивается, лазер от следующего поколения, дает больше возможностей, но в любом случае это методики, направленные на то, чтобы как можно меньше повлиять на свойства живой роговицы глаза. Мы сейчас говорим там вырезать, отполировать, шлифовать, но мы же не должны забывать, что мы говорим о живом объекте, да, и здесь нужно делать максимально бережно, чтобы, не дай бог, не вызвать каких-то неприятностей. Поэтому здесь, как нигде, важна высокотехнологичность и диагностического оборудования, и хирургического оборудования. Поэтому здесь тонкостей много, но, в общем, приятно осознавать, что мы всеми ими овладели в достаточной вере. И вот эти методики хороши и тем, что если мы производим полировку поверхности роговицы, и уж тем более мы срезаем верхние 100 микрон роговицы, чтобы потом их даже на место положить, мы в таких случаях несколько уменьшаем прочность роговицы. Если она нормальной толщины, то все в порядке. Мы знаем минимальный предел, ниже которого мы не можем опускаться, чтобы роговица не стала менее прочной и не началось изменение потом ее формы. Вот в прошлом такие были проблемы. И те наши зарубежные коллеги, которые пренебрегали вот этим пороговым значением, ну, там, 330 микрон, сейчас говорят еще побольше, но вот если меньше оставить толщину роговицы, то это опасно. Она может не выдержать внутриглазного давления и начать менять форму свою. Это, в общем-то, не очень приятно. То есть с этим тоже можно бороться, но лучше предотвратить. Любая методика, направленная на изменение формы роговицы, связана с уменьшением толщины. Так вот, методики, связанные не с поверхностной шлифовкой, а с удалением вот этой лентикулы изнутри роговицы без разреза, позволяют оставить поверхностные слои роговицы, наиболее прочные, практически нетронутыми. И она, даже несмотря на то, что толщина уменьшается, биомеханика роговицы остается такой же, как она была. То есть с точки зрения сохранности механических свойств глаза, смайл, клир, силк, еще ряд методик, смарт-сайт, то есть их сейчас на рынке 4, вот сейчас 5 ожидается, это наиболее надежные с точки зрения сохранения биомеханики свойств глаза. Андрей Владимирович, а почему кто-то после лазерной коррекции получает 100% зрение, а кто-то нет? Ну, если нет никаких других заболеваний в глазу, то обычная цель 100%, иногда даже 120. Ну, надо понимать, что когда мы шлифуем стекло, ну, чаще всего у нас получается то, что мы запланировали, и ошибки происходят редко, потому что, ну, раз его уже отшлифовали, вот оно какое есть, такое и есть. Роговица – биологическая ткань, и иногда в ряде случаев мы не можем предсказать, как она будет реагировать. И вот эта непредсказуемость, ну, к счастью, она измеряется буквально там долями процентов, вот, но никто не может сказать на 100%, что мы обязательно получим тот результат, который мы планировали. Современные методики позволяют добиваться идеальных результатов, ну, там, 99,995%. Ну, это высокий процент. Но, да, но даже те случаи, когда мы не добиваемся полностью того, что мы хотели, все равно это намного лучше, чем то, что было у пациентов. Большинство пациентов у нас полностью довольны результатами или в значительной степени довольны. В любом случае, это лучше, чем было. А как вы считаете, почему все-таки лазерная коррекция вот пользуется такой популярностью и востребованностью именно этой процедуры? Очевидное преимущество. Очевидное преимущество. Активный образ жизни. Современная культура предполагает активный образ жизни. Какая-то активность на воздухе, зрительная нагрузка, работа, опять же, социальные сети, лицо. Кому-то идут очки. Вот вам, например, идут. Кому-то не идут. Люди получают явные преимущества. Они прекрасно понимают, что это лучше, чем то, к чему они привыкли. Поэтому для них это не составляет трудности принять решение. Ну и высокий процент эффективности. Вот я слушала вас. Эффективность крайне высокая. Это очень радует. Автомология вообще это, с точки зрения, если смотреть хирургическую часть, автомология – это одна из самых эффективных отраслей медицины. Андрей Владимирович, ну и заканчивая уже сегодняшний разговор. Еще, кстати, можно, конечно, было бы долго на эту тему поговорить. Но дайте, пожалуйста, совет. Как сохранить зрение современному человеку, учитывая, что сегодня и его рабочий процесс, и отдых в основном проходят у экрана монитора того или другого? Здесь есть несколько моментов. Очень распространенная ситуация, которую обычно люди недооценивают, это так называемый синдром сухого глаза. Особенно он связан с тем, что человек, который внимательно, долго смотрит, особенно что-то интересное для него и близкое, например, даже книгу, но особенно это экран компьютера или телефона, он, если внимательно смотрит, он начинает меньше моргать. Как правильно? Подсознательно. И если это происходит в условиях пониженной влажности воздуха, а это у нас сплошь и рядом в наших помещениях, особенно зимой, и если это происходит на фоне снижения функциональной активности специальных желез в краях века, это вызывает синдром сухого глаза. То есть глаз подсыхает, ухудшается качество изображения, возникает дискомфорт, возникает слезотечение, ну такое, в ответ на высыхание. Немножко парадоксальное название. Глаз-то, в общем-то, мокрый, но на самом деле из-за того, что он перед этим был сухой. То есть в норме выделяется всегда слеза, такая фоновая слеза для смазки поверхности глаза. А при синдроме сухого глаза выделяется аварийная слеза. Она не такая, она дает ощущение дискомфорта, и это очень неприятно. В плане профилактики развития близорукости, это, ну, с детства надо при малейших проблемах обращаться к офтермологу. Сейчас есть методики, которые позволяют замедлить или даже остановить прогрессирование близорукости. С возрастом по мере появления необходимости в очках не нужно думать, что начало пользования очков – это дорога в пропасть. Это не вызывает прогрессирование, это позволяет вам сохранить комфортные условия для зрительной нагрузки. Ну и плюс по возможности зрительная гигиена, то есть все-таки перерывы в использовании глаз. Уже любой работающий орган должен время от времени отдыхать. Давайте отдых глазам. Посмотрев на что-то вблизи, ну, не сочтите за труд выглянуть в окошко, посмотреть на желательно красивый пейзаж. Ну, хотя бы как-то дать глазам возможность расслабиться. Я благодарю вас за этот разговор. У нас есть с вами еще тема, как минимум, на три ближайших эфира. Так что с удовольствием, да, с удовольствием будем видеть еще вас в этой студии. Ну и успехов в дальнейшем улучшении нашего зрения. Спасибо, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова